Всем доброе утро! Сегодня нам надо доделать и отдать киа. Вчера мы капот сделали. И с утра наша любимая рубрика. Распорталка от Каховки. С города Харькова пришла посылка от Крамского Василия. Крамской Василий, спасибо. Посмотрим. Я не вскрывал, я только приехал на работу, только поэтому получил. Посмотрим и перекинемся на киа. А то её отдать не надо. Ну, по крайней мере, закончить её надо сегодня, а заберут её, скорее всего, завтра. Ого, тут либо пласта. Так, извините, что я не подготовился заранее и не распечатал посылку. Куда бы пенопласт послажу пока. Ой, тут его много, надо какую-то тару найти. Сейчас найду тару. Значит так. Так, выкидываем пенопласт. Василий, спасибо. Василий, спасибо. Василий, спасибо. Сигма. Ох, какие тугие. Чирк. О, даже регулируется. Это хорошо. О, люди у нас новые очечки. Ох ты, как светло. Василий, спасибо. Пока приныкаем. Пока в жёлтых работаем. Когда жёлтые загрязнятся. Блин, холодно у нас, похолодало, поэтому в кепке. Так, Василий нам ещё прислал что-то такое вот интересное. А, уууу, день как. Это что? Василий нам прислал кружочков. Отрезные. И тоже. Ох, я такие груди не видел. Мне показалось, сигмаские. Такая коробка, блин. Неужели это, что это не подкрутить? Новообразив. А чьи же они, а? Я не знаю. Я такие круги не видел у нас. Украина. Хорошие круги. Украина. Вот такие. Новообразив. Василий, спасибо. Так, ещё что-то есть. Ой, тут ещё много чего. Так, походу прислал какие-то наклеечки. Блин, мне только этот человек наклейки прислал. А я их никак на работу не заберу. Это тайландского бокса. Харьковская областная федерация тайского бокса. Оооо. Вот серьёзная наклейка. Это нам надо. Объект водоохранный. Блин, кто-то ещё приехал. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Почти на номер знак. Ну, вернее, на номер наклейка знак. Харьков. Наклеечка город. И на копий. Дома, на ворот, надо поклеить. Хе-хе, Виталька. Виталька. Ооо. Как знаете, детям на игрушечные автомобили, которые вот эти на пульту там заказывают номера именно. Во. На мою маленькую машину тоже можно наклеить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Таких тут две. Антитабак. Я в машине не курю, но антитабак повешаем. Вернее, курю я в машине, но только с открытым окном и только в окно. Так, и что-то еще есть. Но оно так вот, оно так вот запаковано. Я уже весь в этой крошке. О, это что-то вкусное. Ведь все знают, что я ни разу не любитель не пожрать. А. Это аджика. Я помню, он писал. Василий, спасибо. И еще тут что-то есть. Я извиняюсь, что я заранее не распаковал. Видео было бы там, что-то было короче этот презент снять. Но. Мне нравится распаковывать. Поэтому и вам нравится смотреть, по идее. О. Мне трудно сказать, что это за грибы. Я в грибах. И я такие грибы не знаю. Это не маслята сто процентов. И не белые грибы. Это бабки не хотят. Не лисички. Больше ничего не знаю. И грибов нам приспал Василий. Василий, спасибо. Это надо, наверное, вместе с коробкой, да, уберем. Да. О. Таракан. Нет. Паук. Паук. Упол. Все люди, сейчас я кофе попью и перейдем на Киа. Так, Василий, спасибо. Итак, вернемся к нашей Киа. Киа. Вчера капот я отрихтовал довольно рано. Время еще было. Поэтому я... Она была собрана. Я снял фару. Отрихтовал это крепление. Бампер с крылом стояли. В своем положении. Туда-сюда. Поэтому прикрутил, приварил, зачистил. Там разрыв. Тут точка. Там точка. Здесь гайка. Здесь, в общем, все поварено. Все зачищено. Больше сварки нет. Также было вчера замечено, что это крепление относительно бампера хотелось податься на 3 мм. А это крепление... Вот я маркером взял и нарисовал клипсы в бампере. Я взял, нарисовал. То есть здесь надо было на сантим подать. Поэтому записал размеры. Потом, когда это все снял. Померил. Отбил. Сделал на 3 мм больше. Сделал почти на сантим больше. Теперь она стоит. О, в своем размере. Сигналы поставил. Проводки пособирал. Кто-то написал, что я ее внутряк отрыгал. Ну, что есть, то есть. Что ж я поделаю, если я такой... Если я так умею. Капот за ночь не поржавел. И не поржавел. Петлю надо было бы смазать пищит или это гидрик. Осталось подцепить нам крыло. Просто прикрутить. Немножко надо вверх подогнуть, потому что он торчал. Вниз там немножко надо подогнуть. Прикрутить бампер, прикрутить две фары. Фара, когда вставляется, она прикручивается. Один момент, второй момент. Здесь направлялка. Здесь две направлялки. Эти направлялки по высоте регулируют. И даже, по-моему, сюда туда чуть регулируют и сюда туда. То есть, они во всех позициях. Нет, они влево-право не регулируют. Они, в принципе, они регулируют только... Ой, они сюда не регулируются. Она сюда регулируется. Регулируется и так, не регулируется. В общем, здесь должна быть... Здесь есть направлялка. Здесь есть две направлялки. Здесь у нас все поломанное. Нету, нету. Направлялки тоже нет. Поэтому фара здесь вообще стрёмно будет стоять. Раз, два. Ну, а там уже захотят, купят. Захотят, не купят. Или как-то зафиксируют. И в бампере у нас... Здесь идет железка. Вот эта железная часть. Куда вкручиваются болты. Она у нас малость здесь сгнила в хлам. То есть, от нее здесь остался только... Вот, вершок. И все. Остальное сгнило. Эту часть надо тоже перекрутить. Эта часть хорошая. Ну, как хорошая. Она тоже немножко ржаво-гниловатая. Но... Но целое нет. Здесь резьбу прогоним. В общем, понты нам осталось. Сейчас быстренько соберу. И продолжим. Машина на отдачу. Набрал. Собрал. Все прикрутил. Чтоб ездила. Немного поломано ухо. Вы видели, там его просто нет. Его потом запаяют. Вот так фара должна сделаться. Вот туда. Натянуться вот так должна быть. Вот. И будет четенько. С этой фарой все гораздо сложнее. Потому как здесь нету трех направляющих. Две направляющие. Они поддерживают высоту. И фара все время стремится упасть. И делает вот такой здесь зазорчик некрасивый. Плюс там еще резинка задратая, отклеенная. Ну... Приклеят. То есть фара должна была подняться. Там идет одна направлялка, вторая. И здесь третья. Вот если бы она была, она бы вот так не делала. А так получается, фара держится только раз-два. Зазор получился 4 миллиметра вот здесь. Как и здесь. Пришлось капот опять сдвинуть на понты-понты. И сделать зазоры строго по 3 миллиметра. Больше их сделать нельзя. Потому что сильно будут торчать кончики. Там и так вот немножко-немножко-немножко подторчут. Ну, там я говорил, там на стойке приклеенная штука. Поэтому там, возможно, все плохо с ней. Тоже 3 миллиметра. Весь одинаковый зазор 3 миллиметра. Торчало очень, подломал. Заподлицо. В принципе, нормально. Ну, вот, может, есть еще немножко. Захотят, приклеят. Вот такой зазор. Все, тут вообще проблем нет. Прикручено, прикручено. Фару, крыло по радиусу немножко поднадул еще вчера. Откроем, посмотрим. Открывается мягенько. Пришлось немножко еще замок подрегулировать вверх-вниз. Потому как поставил в центр, туго закрывается. Руками взял его, выгнал легко. То есть здесь, блин, все такое жидкое. Вот. На замок давишь, оно все играет. Ну, эту штучку просто. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре клипсы. Хотел посмотреть, что как будет. Здесь погреют, попаяют. Что хотел показать? А что ж я хотел показать? Ага. Жабо не ставил, потому что начал тулить и понял, он уже болты закроет. Потом им все равно его снимать. Поэтому не надо. Прикручено, прикручено, прикручено. Все походу. Машину можно отдавать. Единственное, что я вот вмятинку не сделал. Она такая маленькая. Отвертки ковырнул. Кантик вот подломан. Отобьют. Не, я не трогаю, потому что, блин, ну серьезно. Бывают такие приколы, когда клиент просит покрасить вот так. Переходик здесь делать в ребро. Поэтому мы это лишнее не трогаем. Здесь, в принципе, если малер захочет сам две минуты. Эти две минуты, блин, полминуты здесь все будет ровно. Закрываем. Ай-яй-яй, деда реаниматор опозорился. Закрылась. Немного все болтается. Потом, когда все закрепляем, все защитки поставят, оно жестко будет. Тогда болтаться не будет. Можно отдавать машину. Какая следующая будет, я не знаю. Есть там машина, должна была вчера заехать. Но я эту взял. Дело в том, что в понедельник должна была заехать машина. Потом утром позвонили и сказали, мы не можем. Мы договорились на вторник другую машину с другого города припрут. Да, мы в обед поговорили в понедельник, что во вторник будет утром другая. Человек пригонит машину. В 3 часа звонит человек дня и говорит, блин, извини, я не могу пригнать. То есть, машины есть, клиенты немножко подводят. Поэтому иногда приходится сидеть без работы там день-полдня. Ну, вы помните, ничего страшного. Отдыхать уже надо. Всем удачи, счастья, здоровья. Всем приветы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok